На деление внутригородских районов дополнительными полномочиями губернские депутаты поддержали практически единогласно. Раньше районы администрации выступали в роли диспетчеров и работали только по утвержденным сметам. Поэтому быстро решить проблемные вопросы конкретной территории удавалось не всегда. Теперь, после того, как осенью будут сформированы районные советы, у каждой администрации появятся свои финансовые рычаги. После того, как районные советы будут сформированы, будет разработана современная структура управления районом, так называемые районные структуры. Это все в совокупности позволит более интенсивно решать вопросы благоустройства, вопросы качества жизни, вопросы состояния подъездов, дворов, вопросы обеспечения жителей необходимыми услугами. Это очень-очень важно. Часть полномочий районы разделят с городской администрацией. К примеру, вместе займутся тепло, газо-электро- и водоснабжением, будут решать дорожные, транспортные, жилищные вопросы. Самостоятельно смогут создавать условия для медицинского обслуживания жителей, контролировать состояние лесов, обеспечивать развитие местного народного творчества, а также развивать лечебно-оздоровительные территории и курорты. Также у администрации внутригородских районов теперь будут и полномочия по принятию мер по привлечению нарушителей к административной ответственности. Должны дать в руки властям, как районным советам, избранным главам, инструменты, которыми они могут в случае лучшей работы администрировать больше налогов. И это впоследствии должно безусловно сказываться на улучшении жизни наших горожан. Полномочия перейдут внутригородским районам с 1 января 2016 года. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События.